Официальные лица Франции продолжают активно содействовать Еревану в нагнетании истерии вокруг армяно-азербайджанского конфликта. Делается это на самых разных уровнях, но с единственной неизменной целью – исказить реалии в пользу Армении. Париж фактически превратился в рупор Еревана, чем ставит под серьезное сомнение свою состоятельность в качестве посредника в политическом урегулировании. Традиционные симпатии Франции к Армении, которую в Париже открыто называют «младшей сестрой», ни для кого не являются секретом. При этом явная низкая социальная ответственность этой так называемой «сестры» не вызывает у Франции особого дискомфорта. Напротив, мы наблюдаем демонстративное поощрение поведения Армении в контексте карабахской повестки. Яркое тому свидетельство недавний визит группы французских парламентариев в Ереван. Весьма симптоматично, что на встречах с руководством Армении гости тщательно прикрывали свои лица. Не исключено, что это подспудное чувство стыда от двусмысленности своей миссии. Впрочем, официальная версия куда более прозаична. Французские парламентарии щеголяли в Ереване в медицинских масках, призванных защищать носителя от коронавирусной инфекции. Однако даже в этом, казалось бы, обыденном уже аксессуаре они умудрились обозначить свою ангажированность. На масках визитеров из Парижа красовалась убогая символика нелегитимного сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Тем самым демонстративно выражалась поддержка агрессору, открыто пренебрегающему всеми нормами цивилизованного общежития. Такой нарратив несет в себе серьезные имиджевые риски для Франции и, по сути, дискредитирует ее. Однако в понимании армянского лобби это не более чем производственные издержки его подрывной деятельности. Имиджем Франции оно не сильно озабочено, поскольку сосредоточило все свое внимание на эксплуатации внешнеполитических ресурсов Парижа в собственных интересах. Отдельного внимания в контексте рассматриваемой проблематики заслуживают деструктивные элементы, засевшие в мэрии французской столицы. В частности, заместитель мэра Парижа, получающая директивы непосредственно из Еревана. На днях она лично побывала в Армении, где провела ряд встреч с официальными лицами этой страны. Неудивительно, что абсурдные тезисы армянских властей стали лейтмотивом риторики парижского вице-мэра. Она призывает Францию официально признать липовую независимость организирующего преступного режима в Нагорном Карабахе. Более того, она открыто заявляет, что этот опрометчивый шаг должен быть совершен в обязательном порядке. Якобы это единственный реальный путь для установления мира в регионе. При этом заместитель мэра Парижа берет на себя смелость утверждать, что ее непосредственный начальник готов взять на себя такую ответственность. По ее словам, дело за малым. Мэр французской столицы ждет лишь негласного разрешения от президента Макрона. Есть веские сомнения в том, что в функционал вице-мэра Парижа входит формирование внешнеполитической повестки французского государства. Не менее сомнительна и вероятность того, что среди приоритетных задач мэрии французской столицы числится оказание политической поддержки убийцам детей и женщин. Стало быть, вице-мэр Парижа занимается откровенной самодеятельностью, лоббируя интересы Армении в стране, имеющей статус сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Эта самодеятельность чревата не только внешнеполитическим имиджевым фиаско Франции, но и серьезными потрясениями по всей Европе. Поддержка интереса в Армении может аукнуться расползанием метастазов сепаратизма по обширной европейской географии. Ответственность за это не в последнюю очередь будет лежать на Франции, которая не предотвратила континентальный кризис, имея для этого все возможности. Поэтому Парижу необходимо незамедлительно заняться корректировкой ракурса, в котором он привык рассматривать карабахскую проблематику. Десантирование французских депутатов в масках с преступной символикой должно быть строго воспрещено. Равно как и экспортирование террористов из Франции в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Угрозы в адрес французских журналистов, доносящих реалии армяно-азербайджанского конфликта, должны быть тщательно расследованы и решительно пресечены. Деятельность армянского лобби во Франции должна быть подвергнута детальному анализу на предмет соответствия государственным интересам. Геополитические разногласия Парижа и Анкары не должны проецироваться на Нагорно-Карабахский конфликт, сопровождаясь предвзятыми оценками. Иными словами, Франции предстоит предпринять целый комплекс мер для восстановления к ней доверия как к объективному посреднику. Да, кстати, инициативного на редкость вице-мэра Парижа зовут Ануш Таранян. Хочется верить, что руководство Франции не считает это обстоятельство убедительной причиной для столь оголтелой самодеятельности столичного чиновника. В противном случае придется констатировать, что у Парижа очень большие проблемы. На этом точка.